Предприятие «Город» приступило к работе с 1 января нынешнего года. В настоящий момент санитарная очистка проводится на более чем полутора сотнях столичных улиц. Единственная проблема на сегодня – неполная укомплектованность. Кадровый состав сформирован наполовину. Однако работа ведется и в этом направлении. Мы ведем интенсивный набор людей, как уборщиков территории, так и грузчиков, водителей. Мы занимаемся уже плотно знаками дорожными. То есть создается отдел, который будет заниматься. Будем заниматься и светофорами, ливневой канализацией. Можно обратить внимание, что есть уже ограждение. Пока мы так можем, пока закупки не произвели, мы ограждаем разбитые люки и так далее. Заодно ведем учеты. Поработает предприятие и над уличным освещением. В настоящее время изучаются заявки населения. Остается дождаться закупок. Эта задача, по предварительным оценкам, должна быть выполнена в феврале. Немаловажный участок работ – озеленение Симферополя. Обрезка деревьев, высадка цветов. Сегодня мы планные мероприятия уже набросали на весенний, летний период. То есть у нас будут праздники, которые в Симферополе. Традиционно это 13 число, это освобождение Симферополя. Потом 1 мая, 9 мая. Ну и естественно, самый главный наш праздник – это день города, первое воскресенье июня. Будет высажено за этот период, постепенно будет к каждому празднику какое-то количество цветов. То есть это будет порядка 46 тысяч цветов будет высажено. Входит в обязанности предприятие и ремонт дорог, в том числе ямочный. Однако эти изменения ожидает Симферополь уже с наступлением теплого времени года. На проведение работы город получил из бюджета 443 миллиона рублей на год. Однако, учитывая особенности формирования сметы на трехлетний срок, деньги будут распределены на период до конца 2020 года. Тарас Березицкий, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова